Девочка-пай В марте 2012 года в Общественной Палате Российской Федерации Комиссия по проблемам национальной безопасности и социально-экономическим условиям жизни военнослужащих, членов их семей и ветеранов, и Комиссия Общественного Совета Приминобороны России по вопросам военного строительства и научным исследованиям в сфере безопасности провели общественные слушания по проблемам, состоянию и перспективам развития отечественной военной науки. В таком формате Комиссия Общественной Палаты впервые рассматривает вопросы, связанные с развитием военной науки, с учетом тех изменений, которые произошли в вооруженных силах, с теми реформами. И, видимо, надо определиться с перспективой. В общественных слушаниях приняли участие секретарь и члены Общественной Палаты Российской Федерации, председатель военно-научного комитета вооруженных сил, заместитель начальника генерального штаба, представители других силовых ведомств, военные ученые, профессора и доценты военных вузов, видные общественники, журналисты ведущих средств массовой информации. Значит, общественная комиссия уже несколько, в течение года работала, провела несколько крупных заседаний, в том числе с научно-исследовательскими центрами, военно-научного комплекса вооруженных сил, поэтому, как и есть, некие вопросы, проблемы, которые необходимо вынести на слушание, на суд общественности. Открывая заседание, председатель комиссии Общественной Палаты Российской Федерации, заместитель председателя Общественного Совета Приминобороны Александр Каньшин, заявил, что сегодня у военной науки сложилось довольно сложное положение после тех реорганизаций, которым она была подвергнута в последние годы реформирования Министерства Обороны. Общественные слушания, на которых выступал начальник генерального штаба. На наш вопрос тоже занимался научным обоснованием военной реформы, он почему-то назвал МГУ, МВТУ имени Баумана, что вызвало у нас вопрос, неужели у нас военная наука не может сама обосновать военную реформу. Вот в связи с этим вопрос. Кто все-таки являлся головным, так сказать, механизмом научного обоснования реформ? Кто сейчас сопровождает научное, осуществляет научное сопровождение военной реформы? И как бы вы оценили сам ход военной реформы уже практически? Секретарь Общественной Палаты Российской Федерации, президент научно-исследовательского центра Курчатовский институт, академик РАН Евгений Велихов заявил, что проблемы военной науки должны быть преданы гласности. Как глава Президиума Российской Ассоциации Содействия Науки, он выразил готовность к совместной работе с представителями военно-научного сообщества. Вот в эту вот организацию, Российскую Ассоциацию Содействия Науки, принимаются только те люди, которые реально занимаются наукой сегодня. Как я не чиновники. Для этого есть некий механизм, который... И не те, кто занимались 100 лет назад. Вот те, кто сегодня занимается реальной наукой, мы, можно сказать, постарались создать такой механизм, чтобы их понимать. В ходе обсуждения состоялся деловой и конструктивный обмен мнениями. Участники высказали общую точку зрения, что военная реформа зачастую проводится практически без серьезного военно-научного обоснования и базы. На наших глазах идет уничтожение двух источников самой главной авиационной науки, двух академий – Гагарина и Жуковского. И, конечно, это позор, что такие великолепные две академии, как Жуковского и Гагарина, просто так, по волевому, чьего-то субъективным усилиям, уничтожаются. И даже космонавт, дважды герой Советского Союза, ничего не может сделать в этом отношении. Так не должно быть. Мне представляется, что наряду со всем, что сегодня было сказано, это очень и очень важный момент. Кадровые ресурсы, безопасность его находится уже в серьезном состоянии. Почему вопрос стал безопасности так серьезно? Война находится сейчас в глубоком кризисе, очень глубоком, потому что сама война находится тоже в кризисе. Она, как средство решения тупиковых, сложных проблем, уже отыграла свою роль. Но другого средства никто не изобрел. Для выправления ситуации необходимо создавать аналитические группы, мозговые центры, творческие лаборатории и привлекать для этих целей независимые научно-общественные организации, видных военных ученых, а также активнее использовать научную базу военно-учебных заведений и научно-исследовательских институтов. В общем-то, представители Министерства обороны, и это, наверное, правильно, зачастую военную науку отождествляют прежде всего с деятельностью по выработке военно-технической политики. Это, наверное, верно. Но при этом стороне остается так называемая фундаментальная военная наука, прежде всего общая теория, от которой зависит видение перспектив военного строительства, подготовки и применения вооруженных сил. Представители Министерства обороны в свою очередь отметили, что военные научные организации вооруженных сил занимаются научными исследованиями по основным направлениям деятельности армии и флота. Несмотря на такую загруженность потоком, выполнением потока оперативных заданий, военные ученые продолжают заниматься разработкой перспективных форм, способов и средств вооруженной борьбы, и это находит свое отражение и в росте, так сказать, числа защитившихся специалистов, подготовивших докторств и кандидатских диссертаций, и непосредственно в тех работах в НИРах, которые мы выполняем в рамках плана научной работы. Подводя итоги, участники слушаний отметили, что сегодня между военной наукой и потребностями войск появился серьезный разрыв. Военная теория не соответствует практике применения вооруженных сил, а реформирование вооруженных сил и их модернизация проводится без надлежащего научно-теоретического обоснования. Слабо разрабатываются новые способы ведения боевых действий, недостаточно изучается иностранный и даже недалекий отечественный опыт. Отсутствуют эффективные научные исследования важнейших тенденций и явлений современного военного строительства. Сегодня нельзя упираться только в то, что есть сегодня солдат, призывник или нет, хотя это немаловажно. А сегодня нужно понять, что есть ли в обществе те мысли, которые позволит Россия совершить очень серьезный прорыв в сфере обеспечения безопасности России. Военная наука занимает ключевое место в системе обеспечения национальной безопасности, являясь, с одной стороны, частью российской науки в целом, а с другой стороны, частью вооруженных сил. Мы решаем вопросы организации, целеполагания, целеуказания для обороны промышленного комплекса, для фундаментальной науки и других сегментов российской науки в целом. По итогам слушаний выработаны соответствующие рекомендации. Решено также в ближайшее время на площадке общественной палаты провести отдельное слушание по проблемам военного образования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова